Школьные базары переполнены, констовары на любой вкус, дневники с полуголыми женщинами, как с обложки плейбоя. Девушки в нижнем белье, в вызывающих позах, подобные тетради найти несложно. Девушка, я думаю, призывает не к учёбе, а как в ночных телеканалах. Если вам скучно, позвоните. Необъяснимый спрос и на такие тетради, со смертной символикой. Кости, череп, кровь, зловещие мертвецы говорят ученику, мы следим за тобой. Но, пожалуй, самый страшный дизайн вот у этой тетради. Мало кто знает историю рисунка, столь популярного в интернете. Авторство приписывают известному американскому педофилу, серийному убийце, на счету которого 11 доказанных жертв. Хотя на следствии он сам признался, что убил более 300 человек. Предполагает, он нарисовал эту физиономию в подвале, где изнасиловал 7-летнюю девочку, а затем и на стене в своей тюремной камере. Перед своей смертной казни он оставил вот такую рожицу нацарапанной на стене камеры, как на смешку над своими жертвами. И вот теперь рисунок на школьных тетрадях. В обществе скандал. Кто мог допустить такое? Издатели на контакт с журналистами не идут, а торговые представители объясняют, мы продаем то, что пользуется спросом. К слову, родители и дети охотно покупают. А значит, голосуют рублем за такой товар. С этими тетрадями обратимся к психологам, что они скажут по поводу такого дизайна и как влияют подобные изображения на психику и подсознание ребенка. И самое главное, каким последствиям может привести вот такая, казалось бы, невинная, на первый взгляд, вещь. Академия постдипломного образования, кафедра психологии. Специалисты, просматривая обложки, говорят, мы в шоке. Например, дневники, которые я держу в руках. Известно, что черный цвет в сочетании с оранжевым и красным – это цвет агрессии. Он вызывает ощущение смерти, трагедии. Да, а после чего мы задаем себе вопрос, откуда участившиеся случаи самоубийств детей и подростков, доведения до отчаяния, когда никто не понимает. Такие тетради, по мнению психологов, действительно могут привести к суициду. У подростков крайне ранимая психика. Если в школьной личной жизни не ладится, такая картина перед глазами явно не добавит оптимизма. Психологи задают вопрос, кем вырастут дети, глядя на такие тетради. Эротика, секс, машины, гламур. Приоритет красоты, внешности над внутренним содержанием личности, то, что здесь видно. И, например, самые разные материальные ценности, которые вот здесь вот в виде, например, дорогого автомобиля, это то, на что исключительно сейчас ориентированы молодые люди и общество в общем в целом. Если кто-то думает, что для начальной школы дневники другие, ошибается. Вот картинка для первоклашки. На подсознание ребенка откладывается. Так нужно выглядеть, говорят эксперты. Ярко-розовая помада, зеленые блестки, тысячи браслетов. Все для того, чтобы настроиться на учебу. Вероятно, все-таки должен быть какой-то центр экспертизы, который определял бы доступность появления на рынке нашей торговой продукции таких вот учебных принадлежностей, которые потом поступают в школу. Нарекания вызвали не только картинки, но и надписи. К примеру, это, цитата, «Купи тетрадку, и у тебя будет много денег, дом и тачка. Купи и подари тетрадь своим друзьям. Однажды Педро не сделал этого и на всю жизнь стал гомосексуалистом». Хочется задать только один вопрос. А что еще должно появиться на обложке тетради, чтобы на проблему школьного дизайна, наконец, обратили внимание? Екатерина Мельниченко, Всеволод Киселев, Евгений Раков и Галина Роменская. Вести. Петербург.